ЕС в шоке! Позорное заявление Пашиняна испугало Роухани. Только прошел саммит в Ереване, а в нем казус за казусом. Неумелый политик Пашинян выдавал перл за перлом, а его встречи с лидерами стран напоминали какой-то студенческий театр, где вроде готовились, да текст забыли, и говорить приходится то, что в голову лезет прямо сейчас. Не пишет ли речь Пашиняну сама Анна Пашинян, что с таким бессмысленным опломбом произносит их премьер Армении? Пашинян напоминает пугливого ребенка из детсада, который не хочет стресса, руганий, драк, а только большую конфету и покоя у себя в углу с игрушечным медвежонком или слоненком. В данном случае новый слон оказался слишком велик для Пашиняна. Никол растерялся и начал говорить какие-то глупости. Этим большим слоном оказался сам президент Роухани, который видимо всерьез впечатлил Пашиняна. И тот сразу выдал геополитический страх, да так явно, что сам иранский президент засмущался от глупости своего визави. Прозвучало это так наивно и неумело, что просто страшно за будущее армянского государства. Называется это дипломатический дилетантизм, когда пытаешься говорить что-то умное, но говоришь полнейшую чушь. Ясна одна теплая, глупая и простая мысль мальчика Нико из детского сада. Армения хочет дружить с Ираном, развиваться за его счет, но очень не хочет втягиваться из-за Ирана в какие-то неприятности. Отношения между нашими странами были добрососедскими и по сей день продолжают оставаться такими. Наша позиция заключается в том, что наши отношения с Ираном должны быть по возможности вне геополитических влияний, потому что мы непосредственные соседи и имеем общие интересы. И мы еще много веков и тысячелетий должны сотрудничать, заявил премьер-министр Армении. Вот так совершенно смешно и трусливо сказал Пашинян Роухани, потеряв за раз как свое лицо, так и политический авторитет. Это как же надо любить свой комфорт и себя, чтобы сказать президенту Ирана такое? Это какой уровень политического малодушия надо иметь, чтобы делать такие признания? Но самое забавное, как расшифровывают этот удивительный месседж сами армянские СМИ. И это еще смешнее, чем неуклюжая реплика Пашиняна. Пашинян направил важный месседж Ирану о том, что Армения не станет плацдармом для третьих стран против Ирана или антииранским плацдармом для Запада. Армяно-иранские дружественные отношения не должны зависеть от геополитической конъюнктуры. Хоть стой, хоть падай после таких заявлений. В принципе, можно утверждать, что этим заявлением Армения окончательно загнала себя в добровольную изоляцию со всех сторон света и признала, что глупость и вправду вершит великие дела. Автор статьи Самир Мурадов. Большое спасибо за просмотр. Удачи!